Мир будет постукраинским, и в рамках него государства будут требовать уважения к собственным интересам в сфере безопасности. И Турция, по сути, бросает вызов и всей системе международных отношений, и, в частности, одному из элементов, таких устаревающих, я бы сказал, элементов в виде НАТО. По сути, Россия сегодня демилитаризует Североатлантический альянс. На сегодняшний день мы пытаемся вести диалог из Турции с Ираном, не прибегая к методам насилия. Добрый день, в эфире Рябунг ТВ. У нас в гостях политолог, тюрколог, эксперт в сфере международных отношений Владимир Алексеевич Аватков. Добрый день, Владимир Алексеевич. Спасибо, что приняли наше приглашение, пришли в нашу студию. Владимир Алексеевич, вчера на встрече с общественностью вы выступали и представляли вообще Турцию в современных международных отношениях, ее позицию. Вы говорили про изменения, про разбалансировку системы безопасности международных отношений. Можно подробнее, с чем это связано, когда началось, когда закончится и как это закончится? На самом деле, очень важный вопрос. Спасибо за него. Система международных отношений после развала Советского Союза перешла в поиск вот этого самого нового баланса, баланса сил, баланса интересов. Что мы наблюдали? Попытку формирования моноцентричного, однополярного миропорядка, в котором Соединенные Штаты решили, что развал Советского Союза представляет для них возможность сформировать порядок, основанный на так называемых правилах, которые они диктуют всему миру. Тогда, когда с этим стали выражать некоторые несогласия к союзнике, возникла такая плюралистическая однополярность, что вроде как союзникам США что-то можно. В дальнейшем же американцы стали ужесточать свою позицию, выходить из всех возможных соглашений, нарушая все нормы международного права. Они вторглись в Ирак, они находились в Афганистане. Американцы перешли все возможные рамки международного права, рамки допустимости. Считаю, что им все можно, что наступил новый мир, в котором произошел конец истории, конец противостояния идеологии, конец соперничества мировых держав. Но, как показала практика, это не так. Россия, Китай, Индия и многие другие державы все это время росли и развивались. И медленно, но верно стали требовать усиления своей роли в системе международных отношений. Россия никогда и не уходила из списка мировых держав и уходить оттуда не собирается. А вот страны Европы, в первую очередь Западной Европы, медленно, но верно стали превращаться в сателлитов Соединенных Штатов. И сегодня мы можем говорить о том, что американцы продвигают эту идею неоколониализма, где есть Америка и есть ее колония в виде Европы. Что самое удивительное, Европа, обладая древней своей собственной историей, полностью переориентировалась на США и подчинилась воле американского стареющего гегемона. Россия всегда выступала с момента развала Советского Союза, но в первую очередь, конечно, с 2000-х годов, за построение полицентричного миропорядка. За построение порядка, основанного на международных нормах, на международных правилах игры, зафиксированных в рамках решений Совета Безопасности ООН. Но Соединенные Штаты пытаются сломать этот миропорядок и установить собственную гегемонию. У них это получилось, получилось в Европе, но у них это не может получиться в остальном мире. А сегодня наступает мир не Запада, который и будет диктовать на самом деле правила игры в предстоящем веке. Соединенные Штаты не смогут удержаться на этом пьедестале, который искусственный, который на самом деле навязанный и, главное, мнимый, он нереальный. Да, некоторое время картинка была важнее реальности, но сейчас реальность на Земле определяет все. На Земле мы видим усиление стран, не Запада в системе международных отношений. Поэтому, по сути, вот эти последние события, Арабская весна, затем сирийские события, события вокруг Украины, это всего лишь триггеры трансформации системы. Мир будет постукраинским, и в рамках него государства будут требовать уважения к собственным интересам в сфере безопасности. Если угодно, сейчас все, будь то Китай, Россия или даже Турция, говорят о вопросах, связанных с обеспечением собственной безопасности. Вот эта ориентация на себя, национализация себя становится все большей нормой. Рушатся связки между государствами, но ведь, рушась, их разрушение предполагает формирование каких-то новых связок. И это будет самое интересное. Ключевой объем связок будет внутри Запада и внутри Незапада. А пропасть между ними, усилиями Соединенных Штатов увеличивается, и, по видимости, в краткосрочной перспективе будет увеличиваться и дальше. Ровно до тех пор, пока Европа окончательно не потеряет все свое благосостояние, и не начнет задумываться, что она пошла куда-то не туда. Ну и вот в новом формирующемся миропорядке, какая роль будет отведена Турции? Мы видим, что у Турции большие амбиции, что она стремится, вот эта идея создания великого Турана, она стремится стать сверхдержавой. Какие у нее реальные перспективы у этой страны? В рамках трансформации миропорядка происходит изменение связок самих элементов и международно-политической среды. И здесь Турция пытается воспользоваться той благоприятной для нее атмосферой, которая создается. У нее есть шанс изменить все, что представляет собой систему вокруг нее. Во-первых, у нее есть шанс сформировать собственную подсистему международных отношений. Чем она пользуется? Пытаясь создать турко-центричный тюркский мир, где она лидер тюрок. Хотя тюркские государства многие открыто и закрыто не согласны с этим, понимая, что Турция намного менее тюркская держава, чем они сами. Но Турция пытается навязать эту свою логику и сформировать турко-центричную подсистему международных отношений. Затем есть у Турции возможность расширить связки с теми государствами, с которыми у нее их не было на фоне этого кризиса. Или были плохие. В частности, здесь речь идет о Армении, с которой Турция пытается выстроить сейчас отношения. В частности, здесь идет речь о многих государствах, с которых у Турции ранее не было таких тесных связей. Мы знаем, что Анкара открыла свою собственную базу на территории Катара. Мы знаем, что турецкие войска присутствуют в Ливии, в Сирии, в Ираке. Вот очередная операция готовится. Турция использует эту ситуацию, чтобы увеличить собственное влияние как в регионе, так и в мире. При этом мы видим, что Турция, несмотря на то, что член НАТО, ведет достаточно самостоятельную политику в плане выстраивания отношений с Россией. В плане того, что она и во время Карабахской войны активно была вовлечена в действие. И во время специальной операции на Украине она пытается стать, можно сказать, медиатором между Россией и Украиной. То есть, можно ли сказать, что она ведет самостоятельную политику и как-то отдаляется от Европы, от НАТО? Причем, что она сейчас диктует также свои правила при вступлении в НАТО Финляндии и Швеции? Ну, Турция раньше, мы всегда о ней говорили как отчасти англосаксонской системы, да, как о том, что Анкара следует логикам из Лондона и Вашингтона. Сегодня можно говорить о том, что Турция другая. Она становится все более и более самостоятельной, туркоцентричной державой, преследующей собственные национальные интересы, и, что немаловажно, национальные ценности. И в этом плане, бесспорно, она пересматривает как свои цели внешней политики, так и взаимодействие с ключевыми альянсами, союзами, ну, в частности, бесспорно, с НАТО. Североатлантический альянс принес в Турцию очень многое. Так же, как и сам процесс вступления в ЕС, Турция принес очень многое. Но на сегодняшний день НАТО для Турции скорее обуза, чем возможность. Во-первых, произошла смерть мозга НАТО, как известно, благодаря крылатому выражению Макрона. Это действительно так. НАТО — это атовизм холодной войны. Сегодня целей обороны членов альянса реально не существует, потому что нет Советского Союза, который имел противостояние с Соединенными Штатами и возглавляемыми ими альянсом. Сегодня мир совершенно изменился. И Турция ставит вопрос, а зачем такой Североатлантический альянс Турции, если он не обеспечивает безопасность Турции, о чем сказал господин Бахчели, лидер второй правящей партии в Турции. Зачем Турции такой Североатлантический альянс? Эти вопросы возникают очень у многих. И Турция, по сути, бросает вызов и всей системе международных отношений, и, в частности, одному из элементов, таких устаревающих, я бы сказал, элементов в виде НАТО. Турция не боится бросать этот вызов. Она требует уважения к себе и к собственной безопасности. Это касается и тех, кто сейчас вступает в НАТО, в частности, Швеция и Финляндия. Но Турция ведь, по сути, бросила этот вызов и Германии, и Франции, обвинив их в поддержке терроризма. То, чего Турция считает терроризмом. Потому что нужно понимать, что эти определения очень сильно расходятся у многих государств. Кто-то считает эту организацию террористическую, кто-то не считает. Вот в отношении последователей рабочей партии Курдистана и последователей Гюлена, в Турции очень жесткая позиция сегодня. И Анкара готова к конфронтации по этому поводу, потому что исходит из безопасности, как она ее видит у себя. Поэтому, по сути, Турция бросает вызов и системе международных отношений, и тем координатам, в которых она находится. Что же касается конфликта Турции и Греции, ничего удивительного в этом нет. Каждый год происходит одно и то же. Турция и Греция конфликтуют. Другой вопрос, что в этот раз накал очень высок. Но это выгодно и греческим властям, решающим свои внутриполитические задачи, и турецким властям, которые также решают свои внутриполитические задачи на этом фоне. Насколько риск конфронтации, перерост, перерастание конфронтации в какие-то боевые действия. Но этот риск есть, он был всегда, каждый год фактически. И сейчас он присутствует. Другой вопрос, что, несмотря на то, что Турция обладает второй по численности армии в НАТО, она не может разорваться. А у нее есть конфликт в Ираке, где находятся ее войска в Сирии. У нее ливийский конфликт. У нее часть ее военнослужащих так или иначе связана с Азербайджаном. У нее конфликт с Грецией. Вот теперь ее не может хватать на все. Это тоже надо понимать. Ну вот, вы сказали о некотором кризисе в НАТО, что НАТО как-то устарело уже как организация. Есть ли вообще вероятность, что в перспективе эта организация просто перестанет существовать? Или мы сейчас все же видим особый интерес к этой организации? И возможно, что Турция выйдет? Или она будет использовать свое членство как некоторый инструмент давления на эти страны, члены НАТО? Во-первых, конечно, нужно понимать, что чем больше будет вопросов к НАТО с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, тем больше будет тех, кто будет стремиться отдаляться от НАТО. Но для этого страны должны быть, обладать соответствующим суверенитетом. Ведь вопросы к членству Финляндии и Швеции предъявила только Турция. Это очень важно. Второй момент — это сама по себе организация. Если она не будет меняться, то она не будет иметь перспектив. Ну хорошо, Швеция и Финляндия. Дальше что? И главное, зачем? Ведь главный вопрос не только что, а зачем. Сейчас говорят об азиатизации НАТО, выхода Североатлантического альянса в сторону Азии. Но это, во-первых, будет уже не Североатлантический альянс. Это будет что-то другое. А во-вторых, конечно, Япония одна из значимых держав. Но она не обладает фактически армией. Поэтому включение ее в состав НАТО нецелесообразно с точки зрения безопасности. Но будет увеличивать ответственность европейцев за судьбы Японии. При том, что Европы уже не хватает вооружения. Потому что Россия в рамках деноцификации и демилитаризации Украины, бывшей Украинской СССР, так будет точнее, успешно утилизирует вооружение Североатлантического альянса. У него просто уже не хватает этих вооружений, о чем заявляли фактически Германия и Франция. Правда, американцы тут же предлагают им купить оружие у них, но это другой вопрос. Но и в Штатах тоже возникают вопросы, как так быстро утилизируется оружие. А вот так, по сути, Россия сегодня демилитаризует Североатлантический альянс. Перспектив у него с точки зрения целеполагания практически нет. Потому что провозглашение Североатлантического альянса в качестве глобальной организации по безопасности, это смешно. Этого не допустят все ключевые члены не Запада. Если мы говорим о том, каковы сами цели Североатлантического альянса, то ведь после развала СССР они искали эту цель, нашли в виде глобального терроризма. Но это уже не объединяет. Какая другая цель? Россия? На самом деле это может на краткий период объединять, но уже даже сейчас Макрон говорит, что от России никуда не деться, и Россия тоже часть Европы. Хорошо, что он это вспомнил. Но Россия всегда была и великим европейским, и великим азиатским государством. И мы вполне справимся и без тех, кто является частью американо-центричного мира. Но чем дальше будет идти история, тем больше будут европейцы, даже не лидеры, а население осознавать, что что-то пошло не так. И будут расти вопросы к НАТО, будут расти вопросы к Европейскому Союзу. Мы уже это наблюдаем. И уже наблюдаем фактически раскол в виде создания каких-то радикальных группировок, иначе это не назвать, в виде Польши, Прибалтики и Великобритании, которые стремятся к объединению, в виде других членов Европейского Союза, которые более прагматично подходят к многим вопросам. Видим позицию Венгрии, видим позицию невходящей европейской державы, Сербии. И это очень важно. Европа разная. Она уже сейчас трещит по швам на фоне очередного пакета в пакет, который они пытаются положить, этих самых санкций. Что же касается нас, то для нас ситуация улучшается, потому что цена на энергоносители растет. Внимание к России очень большое. Внимательно смотрят за тем, как мы реализуем наше новое вооружение, в частности кинжал. Это будет увеличивать привлекательность России, как страны, которая способна поставлять новейшие вооружения и создавать их, что очень важно. Ведь нас называли страной бензоколонкой, а выяснилось, что мы можем создавать новейшее вооружение. И вот возвращаясь к нашему региону, как вы охарактеризуете отношения России и Турции? Ведь очень специфичное отношение. Мы знаем, что у России больше всего войн было именно с Турцией, если я не ошибаюсь. И вот в этом плане, в том плане, что Турция себя видит уже в новой роли, у нее новые амбиции. Вот насколько Россия принимает Турцию в ее новом представлении и насколько она допустит вот это вот расширение влияния Турции? Вы знаете, главное в нашей жизни это принять, да, принять то, с чем мы живем, и осознать новую реальность. В отличие от американцев, которые находятся в этой своей иллюзии, какой-то в параллельной вообще реальности, Россия ходит по земле и понимает ту реальность, которая есть. Соответственно, и принимает. Нравится, не нравится, да, терпимая красавица, как Владимир Владимирович сказал, очень точно. Вот, собственно, так мы относимся к многим процессам, философски. Мы с Турцией, соседи, были на протяжении веков ими, нам никуда не деться от них. И нравится, не нравится, и туркам приходится терпеть какие-то действия и бездействия России. И России приходится терпеть тельные действия или бездействия Турции. Мы не вмешиваемся во внутренние дела, в отличие от американцев, которые уже сейчас готовятся к подрыву власти в Турции. Это турецкие власти тоже понимают, что самое интересное, и делают выводы. У нас разные позиции с американцами. Россия не вмешивается, а Америка вмешивается. Но ведь американцы должны, наверное, где-то понимать, хотя вряд ли, но все-таки, что это приведет к плохим последствиям для них в отношениях с нынешней властью. Что же касается нас, мы смогли выстроить конструктивное взаимодействие с Анкарой. Несмотря на очень большой объем пласт-проблем, которые у нас существуют, мы находим общий язык, пытаемся соотносить интересы и ценности в различных сферах. В экономике у нас есть прочный базис в виде турецкого потока, АККУ, голубого потока, в виде туризма, в виде поставок сельскохозяйственных продукций. Причем не только из Турции в Россию, но и из России в Турцию. И здесь есть баланс. И Турция заинтересована в хороших отношениях с Россией, и мы заинтересованы в хороших отношениях с Турцией. У нас развивается активное сотрудничество в сфере безопасности. Мы поставили С-400 в Турцию. Это важно для Турции, но это важно и для нас. Затем у нас есть диалог по поводу Сирии, у нас есть диалог по поводу Южного Кавказа. Сам по себе факт диалога России и Турции, которые на протяжении истории сталкивались в кровопролитных войнах, это очень важно. Мы переламываем в этом плане тенденцию, которая была. Мы превращаем конфликты в возможности. И это очень важно. Это понимают в Москве и в Анкаре и ценят это. Другой вопрос, что, конечно, вот эта амбициозная неоимперская политика Турции, несет большие риски. Если угодно, есть непонимание в Анкаре соотношения амбиций и возможностей. Ведь мировая держава — это и амбиции, но это и ресурсы. И это и ответственность за судьбу мира. Вот зачастую у турецких коллег мы наблюдаем большее количество амбиций, нежели чем ресурсов, и нежели чем ответственности за судьбы. Постепенно это должно и будет естественным образом меняться. Главное, чтобы за это время не возникло новых существенных конфликтов. Ну и кроме того, конечно, мы видим попытки Турции распространить свое влияние на Южном Кавказе, распространить свое влияние в Центральной, в Средней Азии. Мы видим попытки Анкары навязать свою волю тюркским государствам, заставив их отказаться от собственных корней, исследовать турецким логикам как единственно верным тюркским. Все мы это видим, но, наверное, здесь важно привести слова пресс-секретаря президента Пескова, тюрколога, который сказал, что мы не против, как можем быть против родственности тюркских народов, ну и славянские народы, да, но только надо понимать, что звездочку надо поставить на Алтае. Это очень точные слова, ведь именно это является местом исхода тюркских народов. И также нужно понимать, что Россия является великой славянской, великой тюркской державой, великой христианской, но и великой мусульманской державой. И вот в этом балансе Россия существует веками. А Турция этот баланс удержать не смогла, как известно, Османская империя развалилась, и Турция радикально ужала из-за тех границ, которые есть сегодня. Но она пытается формировать туркоцентричную подсистему. Насколько у нее это будет успешно, я далеко не уверен, что и Алиев, и Такаев, и другие наши коллеги по постсоветскому пространству будут готовы отдать свою власть и стать частью турецкого проекта. Но это не значит, что интеграция в области культуры, образование, науки и экономики не будет продолжаться. Турки будут пытаться это делать в расчете на долгосрочную перспективу, на перспективу формирования выгодных для себя условий. Речь идет именно об этом. И это будет касаться и языковой политики, перехода на латиницу и формирования единого базиса на будущее, и экономических вопросов, лоббизма через образование и науку. Это мы наблюдаем и внимательно смотрим за этими процессами. В конце концов, это суверенное государство, каждый делает свой выбор сам. Россия никогда не предлагала ассимиляции, никогда не предлагала и не навязывала свою волю. Россия отличается этим от США и отличается этим от Турции. В своем стремлении распространить влияние на территории Южный Кавказ, Центральную Азию. Это те территории, которые традиционно находились как-то под влиянием России. И даже иногда Турция замахивается уже на некоторые регионы России в своем стремлении. То есть, возможно, переоценивает как-то свои возможности и амбиции у них, конечно, большие. В этом плане, возвращаясь к Южному Кавказу, на Ваш взгляд, насколько изменился баланс сил после Второй Карабахской войны? Вообще изменился ли? Здесь нужно отметить, что, конечно, традиционно влияние России было и остается сильной и на Южном Кавказе, и в Средней, в Центральной Азии. Другой вопрос, что это влияние может менять конфигурацию. И нужно понимать, что на том же Южном Кавказе всегда было точно так же сильное влияние и Турции, и Ирана. Собственно, наши войны с Турцией, с Ираном, с Персией во многом базировались именно на столкновении интересов вот этого треугольника на территории, в том числе, Южного Кавказа. На сегодняшний день мы пытаемся вести диалог из Турции с Ираном, не прибегая к методам насилия. Мы показываем те модели, которые могут выстраиваться. Вот модель отношений России и Белоруссии. Мы уважаем суверенитет Белоруссии, у нас хорошие дружеские отношения и очень тесное партнерство. Другая модель — это модель в рамках ЕАЭС в целом. Может быть, чуть менее плотного партнерства, чем это есть в Белоруссии, но открытого и честного диалога, уважения национальных интересов и поиска того, что будет нас сближать. Ну и есть модель Украины, бывшая Украинская ССР. Собственно, каждый выбирает сам ту модель, по которой он хочет идти. Что касается наших турецких партнеров, то мы видим их активное усиление в Грузии, в частности, в Аджаре. Видим их отношения тесные с Азербайджаном. Это является таким базисом для них. Но это же ведь не менялось. Это так было после распада СССР. Турция так выстроила эту связку. А вот после Второй Карабахской войны это как-то повлияло на усиление Турции в регионе? Ну, понимаете, если смотреть глобально, да, еще раз говорю, глобально, не точечно, а глобально, то принципиальнейшим образом ничего не изменилось. Вот я сейчас попытаюсь вам это доказать. Турция с 90-х годов выстроила вот эту связку через Грузию в отношении Азербайджана. У России есть союзнические обязательства, союзничество с Арменией. Есть ОДКБ, и есть нормальные, хорошие, прагматичные отношения с Азербайджаном. Нет фактически сегодня, к сожалению, отношений с Грузией, хотя есть попытки выстроить эту коммуникацию, есть даже торговля. То есть у нас есть Боржоми в Москве, да, в России есть вино грузинское. То есть попытки выстроить коммуникацию есть. Я бы сказал, что как раз сейчас баланс сил меняется в немножко другую сторону, потому что все будет зависеть от нашего выстраивания связок с Грузией. Что же касается Турции, то пока что у нее нет никаких существенных изменений. Есть увеличение ее влияния внутри Азербайджана, но оно имеет красные линии и границы в виде самой власти Алиева и его приближенных. Это граница, дальше которой турки не могут перейти. А, собственно, по итогам той самой войны, о которой вы говорите, ведь не турецкие миротворцы находятся там, а российские. А ведь турки получили только возможность наблюдать из центра наблюдения. Ну что ж, пусть наблюдают. Но вместе с нами, конечно. Поэтому здесь такой важный момент, что то, что нам кажется острым, особенно отсюда, изнутри, на самом деле является одним из маленьких точечек большого-большого процесса. И с этой точки зрения изменения баланса сил нет, не предвидится даже в случае развития отношений Турции и Армении, не предвидится даже в такой перспективе, если, конечно же, не будет никаких взрывных ситуаций. Если они возникнут, на фоне ли выборов, которые предстоят в Турции, или на фоне давления Соединенных Штатов Америки, то все, конечно, может измениться. Вот вы упомянули в своей речи о том, о сближении Турции и Азербайджана. Мы знаем, что была подписана Шушинская декларация. И потом, возможно, будет есть разговор о размещении базы военной. Вот в этом плане можно ли говорить, что Турция там усилила свое влияние, в то время как Россия немножко потеряла в своей позиции или нет? Нет. Я возвращаюсь к ответу на вопрос, который я сейчас сказал. Нельзя об этом говорить до тех пор, пока в Азербайджане в таком объеме изучается русский язык. Нельзя об этом говорить до тех пор, пока у нас существует соответствующая декларация о союзнических отношениях между Россией и Азербайджаном. Об этом нельзя говорить, пока не будет конкретных действий в виде попытки установить эту базу. Пока мы это не увидели. Это только слова. А вот если это будет, тогда поговорим, это будет менять совершенно баланс сил. До тех пор, пока там находятся, в регионе находятся наши миротворцы, нельзя это говорить до тех пор, пока между президентом Алиевым и президентом Путиным есть хорошие отношения, а у нас есть экономические связи. Азербайджан пытаются быть таким, знаете, мини-хабом. Вот Турция большой хаб, а Азербайджан мини-хаб, центр притяжения, сопряжения путей. У него это достаточно успешно получается, балансировать, и до тех пор, пока у него это получается, у него будут хорошие отношения и с Россией, и с Турцией. Ну вот, говоря про отношения Турции и Армении, сейчас идет активный процесс урегулирования этих отношений, Россия это активно приветствует, активно участвует в этих комиссиях. Нет ли вот какой-то у России опасения, что Турция как-то придет и экономически, и культурно завоюет Армению, и вообще, может быть, вот как в 2010 году, когда какой-то процесс начался и потом остановился, опять этот процесс ни к чему не приведет, или на этот раз уже откроются границы? Ну, во-первых, это во многом зависит от отношений и переговоров по линии Турции-Армении. Это суверенное дело Армении и Турции. Мы можем только это приветствовать, потому что с точки зрения интересов России, ключевым интересом является мир и безопасность, особенно на Южном Кавказе. А что касается всех остальных деталей, которые вы сказали, это нужно прорабатывать не Россию и опасаться чего-то, а Армению. Что будет в качестве последствий открытия границ и открытия коммуникаций? Это несет много возможностей в плане деконфликтинга, снижения конфликтности. Здесь мы готовы подключиться и обеспечивать безопасность того же самого коридора, о чем шла речь. Но это, конечно, несет большие риски, связанные с суверенитетом, с возможностями Армении. Но это суверенный выбор Армении. И Армении нужно просчитывать риски и последствия этих действий. С точки зрения российских интересов, повторюсь, принципиальным является именно мир и безопасность. Понятно. Еще вы коснулись темы выборов в Турции в следующем году. По итогам, есть ли такая вероятность, что придет более радикальная сила в Турции, более такая националистически настроенная, и что это как-то изменит политику Турции, сделает ее еще более агрессивной? Есть ли такие настроения в обществе, чтобы такая сила пришла? Ну, в Турции у власти две партии. Партия справедливости и развития — это консервативная партия и партия националистического движения. А партия националистического движения — это националисты, да, они видят Турцию от моря до моря. что делать. Как-то же удается находить баланс на сегодняшний день. Оппозиция в Турции сейчас представлена шестью крупнейшими партиями, которые фактически объединили усилия и бросают вызов власти. Скорее всего, выдвинут единого кандидата на выборы, пока не выдвинули, будут бросать вызов Эрдогану. У оппозиции есть много козырей. Это, конечно же, объединение светских партий, националистических партий и партий умеренно консервативных, связанных с Западом. Но все они действительно связаны с Западом. Население в Турции устраивает амбициозная, проактивная внешняя политика Эрдогана, но вызывает много вопросов, конечно, и по общению это видно, и по опросам. Это экономическая политика, потому что сегодня, конечно, в Турции беспрецедентно высокая инфляция, 70% плюс, это серьезно. И есть недовольство экономическим положением, есть вопросы относительно будущего страна. И, конечно, риски, связанные с трансформацией режима до или во время выборов есть. Но речь не идет о усилении национализма. В конце концов, националистов в Турции, ну, как и, наверное, в любом государстве, порядка 10-15%, более радикальных еще меньше. Это свойство всех стран сегодня. Хотя мы видим рост национализма в мировой политике и во многих странах, в частности, в Турции тоже. Ну, совокупно тех, кто голосует за партию националистического движения, за партию ИИ, хорошую партию во главе с госпожой Акшинар. Ну, и других, ну, процентов 20, я думаю, есть. Риски, скорее, связаны с тем, что Турция вновь станет частью британо-американской политики. Это похоронит Турцию как одного из лидеров полицентричного миропорядка. В турецком руководстве это очень хорошо понимают. В турецкой интеллигенции это очень хорошо понимают. Поэтому они будут делать все до последнего, чтобы держаться между. Насколько это у них получится, это вопрос. Хорошо. Владимир Алексеевич, большое вам спасибо за подробную и интересную аналитику. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин